Роль грудного вскармливания в формировании прикуса ребенка сложно переоценить. Прежде всего, грудное вскармливание способствует развитию челюстей, особенно нижней челюсти. Ребенок рождается в так называемой младенческой ретрогении. Нижняя челюсть маленького размера и располагается кзади относительно верхней челюсти и основания черепа. Так задумана природа во избежание травмы нижней челюсти во время прохождения ребенка через родовые пути. В результате грудного вскармливания на протяжении 18 месяцев нижняя челюсть активно растет и выдвигается вперед. Таким образом, достигается правильное соотношение верхней и нижней челюсти и формируется правильный молочный прикус. Грудное вскармливание также способствует тренировке носового дыхания с самых первых дней жизни ребенка. Носовое дыхание, в свою очередь, создает благоприятные условия для правильного формирования твердого неба и верхней амбулярной дуги. При грудном вскармливании в полости рта формируется более благоприятный микробиом, чем при искусственном. Материнское молоко представляет собой смесь здоровых жиров, углеводов и белков. Оно хорошо сказывается на общем здоровье ребенка, его росте и иммунитете. К сожалению, не у каждой мамы есть возможность кормить ребенка грудью. Чтобы свести к минимуму неблагоприятное воздействие искусственного вскармливания на развитие челюстной лицевой области ребенка, необходимо придерживаться следующих рекомендаций. Правильная соска на бутылочке. Отверстия в соске должны быть такого размера, чтобы при переворачивании бутылочки молоко выливалось каплями, а не струйками. В противном случае мышцы около ротовой области не будут достаточным образом напрягаться и стимулировать рост челюсти. Прием пищи должен длиться не менее 20 минут. Необходимо, чтобы насыщение новорожденного совпадало с удовлетворением сосательного рефлекса. Иначе у ребенка появятся вредные привычки сосания пальцев, языка, губы, предметов, а они крайне вредны для формирующейся зубочерестной системы. Соской пустышкой можно пользоваться только после сеанса окомления и перед засыпанием не более 10 минут. Размеры соски должны соответствовать возрасту ребенка. Желательно использовать специальные ортодонтические соски, которые делятся на три группы по возрасту. С трехмесячного возраста рекомендуется постепенное введение прикорма. Своевременный переход от жидкой пищи к более твердой имеет очень важное значение в формировании зубочерестной системы ребенка. Отказ от грудного скармливания бутылочки, соски, пустышки в возрасте полутора лет. Спасибо за внимание. С вами был врач-ортодонт Масленников Яна Владимировна. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok